Это не ветер, это гринч. Так в шутливой форме говорят жители Сургута о происшествии, которое случилось накануне с двумя городскими елками. Шквальный ветер, который достигал 20 метров в секунду, поздно вечером повалил новогодние декорации на проспекте Мира и площади Советов. Благо, людей рядом не было, никто не пострадал. Коммунальщики уже демонтировали деревья. Экстренные службы Югры сообщают, что и сегодня в округе ожидается сильный ветер и метель. Из-за этого возрастает вероятность обрушения слабо укрепленных рекламных конструкций, ДТП и заторов на дорогах, а также повреждения линии электропередачи. Напомню, в случае экстренной ситуации можно позвонить по единому номеру 112. Проблемы югорской зимы жители округа смогут обсудить с главой региона. 21 января губернатор Югры Наталья Комарова проведет первый в этом году прямой эфир. Участники встречи поговорят о работе коммунальных и дорожных служб, обсудят состояние зимников и проверят, как в округе исполняют поручения, которые давали ранее. Также одной из главных тем для обсуждения станет уборка снега. Именно ее центр управления регионом фиксируют, как одно из самых проблемных в январе. Так, за первый месяц года по этому вопросу поступило 641 обращение. Отмечу, посмотреть прямой эфир «Зима в Югре» и задать все волнующие вопросы можно в соцсетях губернатора и в группе «Югра» во Вконтакте. Чем омикрон отличается от дельты? Роспотребнадзор опубликовал ответы на самые популярные вопросы о новом штамме коронавируса. Пациентов, подхвативших этот вид инфекции, сильнее беспокоят слабость и головные боли, но реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. В целом симптомы напоминают ОРВИ. Появляется ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, повышение першения в горле, кашель и снижение аппетита. А еще температура тела может как повышаться до 38 градусов и выше, так и понижаться. У детей болезнь вызывает высыпание. В основном омикрон переносится в легкой форме. Но эта инфекция почти в 5 раз заразнее, чем дельта, и гораздо активнее поражает бронхи и легкие. Первые симптомы могут проявиться уже на следующий день после заражения. В среднем инкубационный период не превышает 6 дней. Мы все-таки с учетом опыта наших заграничных коллег пытаемся какие-то шаги спроецировать, спрогнозировать. И сегодня настраиваем систему здравоохранения таким образом, чтобы мы были готовы к большому, единократному, большому количеству обращений, поступлений, обращений в связи с симптомами ОРВИ. Прогнозируем большую нагрузку на службу скорой медицинской помощи и на поликлиники. В первую очередь, во вторую очередь на госпиталь и лаборатории. На случай всплеска заболеваемости в регионе подготовили резерв из более 200 машин скорой помощи. Они позволят избежать югорчанам долгого ожидания врачей. Также дополнительно сформировано более 210 выездных бригад неотложной помощи при поликлиниках. Диагностикой коронавируса в округе занимаются 15 централизованных лабораторий с общей мощностью 12 тысяч тестов в сутки. Они готовы работать круглосуточно. Чтобы охватить все, население планируется к открытию и небольшие лаборатории в районных центрах труднодоступных территорий. Что касается коечного фонда, то в случае необходимости округ сможет в течение двух суток развернуть более 5000 инфекционных специализированных коронавирусных коек. На сегодняшний день их занято больше тысячи. Кроме того, в Югре заготовлен трехмесячный запас лекарств. Более 300 жителей Урая прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса. В прошлом году профосмотры временно приостановили из-за пандемии. Сейчас горожане могут вновь пройти обследование. После осмотра и беседы с пациентом фельдшер выписывает направление на анализы. Например, компьютерную томографию, УЗИ вен и УЗИ сердца или ЭХКГ. Отмечу, медики рекомендуют проходить диспансеризацию через два месяца после болезни. Этот интервал позволяет более эффективно выявлять возможные осложнения. Такие как аритмия, дыхательная недостаточность и тромбоз. Обязательно это общий анализ крови, обязательно биохимический анализ, в том числе, если пациент болел одновременно с ковидом, была пневмония, назначаются додимеры, обязательно цирреактивный белок, чтобы исключить сохраняющиеся воспаления. Обязательно назначается спирометрия, чтобы посмотреть функцию дыхания. Идет следующее обследование, это уже по показаниям. В Сургуте запустили линию по производству домов. В ходе рабочей поездки в самый крупный муниципалитет Югры глава округа посетила предприятие и ознакомилась с технологией производства. Речь идет о железобетонной продукции и строительных материалах. Ранее завод был одним из четырех крупнейших предприятий СССР. После предприятия выкупили, сохранив при этом коллектив и технологию производства. Продолжилось и внедрение новых технологий. Сейчас домостроительный комбинат предоставляет рабочие места осужденным к принудительным работам и место для проживания. Ранее мы рассказывали об открытии данного исправительного центра в Сургуте. Всего же на предприятии будут трудиться 340 человек. В год организация сможет предоставлять округу до 500 тысяч квадратных метров продукции. Мы планируем внедрить на основе новой линии безопалубочного формования, которая запущена в 2021 году совместно с фондом поддержки предпринимательства, который мы совместно реализовали. Это испанская линия, очень производительная, которая позволяет производить до 150 тысяч квадратных метров жилья только на ней. Параллельно также нами полностью автоматизирован узел бетоносмесительного производства. Произведено обновление новым стандартным. За минувшие сутки на дорогах Югры пострадали 6 человек, в том числе 9-летний пешеход. Авария произошла в Сургуте. По предварительным данным, 9-летняя девочка перебегала проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП получила травмы. Пожарные накануне выезжали на 43-й километр автодороги Угуд-Пытьях, где произошло столкновение «Газели» и «Шевроле-Нива». В результате аварии пострадали водители, два пассажира автомобиля «Газели», а также водитель автомобиля «Шевроле-Нива». Пострадавших госпитализировали в больницу Пытьяха. Всего за 17 января на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники госавтоинспекции задержали 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Один человек повторно управлял машиной в состоянии опьянения. Трое отказались от медосвидетельствования. 43 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей. Как и рыбку стащить, и не попасть при этом в поле зрения камер. Об этом задумались двое жителей Нижневартовска. Но поздно. На записи в процессе кражи они уже попали. Более того, задержаны. Как сообщает пресс-служба окружного ОМВД, речь идет о мужчине и женщине 87-го и 88-го годов рождения. Они, к слову, неоднократно попадали в поле зрения полиции. На этот раз незадачливая парочка вошла в магазин и сразу направилась к стеллажам с мороженой рыбой. Спрятав несколько брикетов лосося под одеждой, злоумышленники, минуя кассу, отправились на рынок. Где и продали рыбу. А деньги пропили. По кадрам с камер их и вычислили полицейские. Уголовное дело возбудили по статье кража, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. В столице Югры откроется кризисный центр помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Идея создания центра «Фавор» уже получила гран-президента почти 3 миллиона рублей. На эти деньги оборудуют 5 комнат для проживания, кухню, мини-прачечную, игровую и зону для выполнения домашних заданий. Центр сможет размещать у себя нуждающихся на длительный срок. Добавим, торжественное открытие состоится уже этой весной. В Югре почетные доноры получат выплату. Ее размер составит почти 16 тысяч рублей. Эти деньги благотворителям переведут в беззаявительном порядке. Также напомним, что почетные доноры имеют право на внеочередное лечение в государственных и муниципальных организациях здравоохранения, приобретение льготных путевок для санаторно-курортного лечения и предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. Роллер-дром реконструируют в Нижневартовске. Напомним, что ранее с такой инициативой к властям города обратилась молодежь муниципалитета. Сама реконструкция пройдет в рамках муниципальной программы. И уже в первом квартале этого года определят подрядчика, который выполнит подготовительные работы, установит освещение и новое здание пункта проката инвентаря с теплыми раздевалками. Также в скейт-парке появятся различные фигуры для выполнения трюков. Добавим, что завершат работы в четвертом квартале 2022 года. Югорские вокалисты покорили жюри международного конкурса и получили 10 из 10 возможных баллов. Полька Ева или финская полька, исполненная акапелла, принесла солистам ансамбля пятеро гран-при фестиваля во Франкфурте на Майне. Из-за пандемии конкурс «Пятое время года» прошел в онлайн-формате. Югорчане записали свое выступление на видео и отправили организаторам. Важно было не только чисто спеть, но и запомниться внешне. Для этого участники придумали хореографические элементы и разработали костюмы. Отмельчу, в номинации «Академическое пение» свои номера представили 46 претендентов. Это в основном российские участники, а также вокалисты из Беларуси и Финляндии. У меня тоже в приоритете стоит расширить границы, в скобочках, больше не могу. То есть вот если мы достигли какого-то уровня с детьми, нельзя на нем останавливаться, мы идем дальше. И поэтому мы взяли это произведение, то есть пятеро исполняют пятиголосие, а капельно, без сопровождения, шесть страниц нотного текста. То есть я считаю, что далеко не каждая школа музыкальная может похвастаться таким коллективом, детским коллективом, не взрослым.